Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Доброе утро всем и благословений! У нас сегодня интересная тема, и эти дни мы будем узнавать многое важного, полезного из истории церкви, из истории христианства. Поэтому так обозначим сегодня эту лекцию «История церкви, история христианства». Тема очень большая, и на самом деле в течение этих дней трудно 2000 лет истории церкви охватить. Но мы возьмем самое важное, необходимое для служителей сегодня, в этом дне. Потому что если мы знаем историю церкви, это помогает нам в служении. Мы вооружены еще лучше. Мы тогда на самом деле способны не допускать ошибок, какие допускали наши предшественники. И мы можем помочь людям, которые запутались в некоторых вопросах сегодня. Я буду делиться этой темой и откровением, и буду говорить также из... И буду и свое свидетельство тоже рассказывать. Потому что для меня эта тема, она очень важна для самого, как верующего, как христианина. Потому что долгое время я сам был в плену многих предрассудков религиозных, заблуждений, суеверий. И вот именно, когда увидел я историю церкви через Писание, глазами Библии, глазами Бога, Евангелия, то мне просто легче стало жить. От многих вещей я освободился сам. А теперь я помогаю другим людям. Слава Иисусу! Помолимся, давайте встанем, друзья. Бог наш, Отец, Сущий на небесах, Абва, во имя Иисуса Христа, благослови сегодня нас. Благослови сегодня нас, изучающих историю Твоей церкви. Прикоснись к каждому из нас, Господи. Благослови, благослови. Пусть сегодняшним днем, Господь, Твоим Духом Святым откроется нам из истории Твоей церкви. Самое важное для нас сегодня, сегодняшних христиан, научи нас в сегодняшнем дне, научи нас на этих лекциях по истории церкви дорожить временем, которое Ты нам дал. Дорожить тем уникальным временем, в которое Ты нас поместил. Потому что на нас сейчас великая ответственность, Господь, и пред Тобою, и перед многими поколениями верующих, которые передали эстафету веры нам. Благословен Ты, Царь наш. Помоги нам, как Павел говорил, евреям, поминать наставников, помнить наставников наших, которые проповедовали Слово Твое, которые сохранили веру, дошли до конца. И, Господь, подражать их вере, подражать вере тех, кто был верен Тебе, кто передал эстафету веры нам. Бог, благослови нас в этом. Я прошу Тебя также, благослови нас учиться на ошибках наших предшественников. Мы имеем ум Твой, Христов ум, и потому дерзаем Тебе молиться. Дай нам эту мудрость. Благослови нас во имя Иисуса. И я прошу Тебя, Господь, пусть то, что будет узнано сегодня и в эти дни, Боже, пусть каждый из нас применяет разумно для созидания тела Твоего, для разрушения твердынь врага, для того, чтобы приносить свободу к миллионам наших соотечественников. Благослови сегодня нас. Благослови Россию, Бог. Благослови всю нашу землю. Мы нуждаемся в Твоем благословении. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Изучаем историю церкви именно для того, мы изучаем историю христианства, именно для того, чтобы учиться на ошибках предшественников. Мирские люди говорят так, что в этом мире очень ходячее утверждение есть, что историю учат тому, что ничему не учат. На самом деле люди обречены повторять до бесконечности эти ошибки. Но раз мы имеем ум Христов, то мы дерзаем молиться такой молитвой, чтобы мы учились на ошибках других людей, чтобы эти уроки послужили нам, для нашего служения пользы на самом деле, друзья. И с другой стороны, чтобы мы знали, как приходили многие заблуждения в жизнь церкви, чтобы сегодняшним днем нам быть на страже. Потому что именно время мирное, как правило, когда церковь негонима физически таким образом от врага, именно в это время приходит в основном самое большое количество заблуждений и лжеучений. И это отдельная тема, конечно, друзья мои. Но, как Павел Петр во втором постании своем соборном во второй главе говорил о лжеучителях, отвергаясь искупившего их Господа, говорит, сами на себя навлекут скорую погибель. Друзья, суть любого лжеучения в том, что как раз именно отвергаются искупившего их Господа. И в христианстве в истории церкви появилось, появлялось и будет появляться еще множество разных лжеучений. И суть всех этих лжеучений в том, чтобы отвести внимание христиан от Христа. Но мы будем держаться, друзья мои, главы Иисуса Христа. Не формально, а на самом деле. Самого, лично Иисуса Христа. И вот, Христос это христианство. Христианство это Христос. Для меня это так. Настоящее христианство это сам Христос. Вне Христа я не мыслю христианства. Но, к сожалению, в истории мы видим очень часто примеры христианства без Христа. Христианство, лишившееся главы, главенства Иисуса. Христианство, лишившееся руководства Иисуса. Слово Божье, здравого смысла. Мы видим костры инквизиции, мы видим крестового похода, много несправедливости, крови проливалось от имени Иисуса. Но, друзья мои, это не настоящее, а поддельное. Но мы будем сегодня и в эти дни и то, и другое узнавать. И истину, и ложь, и христианство историческое, какое оно есть, много лжеучений, несправедливости, горя и слез. С другой стороны, настоящая церковь Христа. Иисус говорил, его экклезиология очень проста, его учение в церкви очень просто, оно проще многих наших богословских этих наработок. Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. То есть, там, где люди ждут Иисуса, жаждут, во имя Его собрались, и именно в Нем, находясь, друзья мои, там уже церковь, церковь Иисуса Христа. Да. И запишем в самом начале вот такие фрагменты из Писания. Пусть это будет эпиграфом и началом. Матфея 16, 18. Слова Иисуса, где впервые слово церковь употребляется. Матфея 16, 18. Сказано, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Давайте все вместе. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Аминь. Так вот, Господь Сам созидает Свою церковь. Церковь Его едина. Церковь Его непобедима, потому что основана на обетовании великом. Церковь Иисуса Христа. Экклезия. Греческое слово «экклезия» означает «собрание». Собрание. Церковь – это собрание верующих. Верующих христиан. Верующих в Иисуса, как в Христа, Сына Бога Живого, как Петру было открыто Духом Святым, Отцом Небесным. Как Он сказал это, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе это открыли». Ты не услышал, от кого это просто лишь автоматически передал это, а тебе открыл это мой Бог. И, друзья мои, еще одно местописание. Ефесянам 5.25 здесь сказано, «Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Церковь рождена Христом. Церковь рождена Христом. Когда родилась церковь Иисуса Христа? Называют разные события. Большинство в учебниках христианских мы встречаем мнений, что церковь родилась в день Пятидесятницы. Очень хорошее событие. Мы видим сошествие Духа Святого на Первую Церковь, обличение силой свыше. Но, в общем-то, по-настоящему-то, если брать, рождение Самое Иисуса, рождение Церкви Иисуса было на Голгофском кресте. Оно произошло на Голгофе. Оно произошло в крови, в страданиях, в муках. И спустя две тысячи лет, сегодня, каждый рожденный свыше человек связан свое духовное возрождение с Крестом Иисуса, с Его страданиями. Мы знаем, что искуплены мы от суетной жизни переданным от отцов не просто чем бы то ни было, да? Не догматикой религиозной, не чем-то еще, не добрыми делами. А чем? Кровью Христа, как непорочного чистого агнца. Слава Иисусу! Так вот, рождение Церкви Христа произошло в муках. Рождение всегда это мука, всегда это кровь, это боль. И Церковь была рождена в крови Иисуса на Голгофе. Голгофа стала Вселенским Родзалом, где каждый из нас получил свое рождение. Но Иисус, воскреснув, Он являлся ученикам. Он приходил к ученикам. И мы знаем из Писания, что на протяжении сорока дней Он был с учениками. Он говорил им о царстве, говорил им о церкви. Но, удивительным образом, являясь многим, Он предупреждал, уходя, вот мы отмечаем как вознесение это событие, Он говорил, что не уходите из Иерусалима, пока не облечете силу свыше. Не все послушались, но человек 120 были верными, ожидающими. Он являлся многим братьям, сотням людей. Но вот те 120, что были, не оставляли своего собрания, вот те 120, что решили до конца быть верными, вот именно это собрание, оно облеклось силой свыше. Я подчеркиваю, что это было не для всех даже сразу, изначально даже. Потому что было много тех, кто переживали встречу с воскресшим Христом. Да, до 500 братьев одно время видели Иисуса воскресшего. Да, но где эти 500 братьев, мы не знаем. Вот, но те 120, что сохраняли верность, что пребывали в общении друг с другом, те, кто на самом деле, это был костяк настоящей церкви Иисуса. Друзья мои, и эта церковь пережила крещение Святым Духом, со знаменем молитвы на иных языках. Это собрание, аналога которому не было в истории. И нет, друзья мои, это было начало, это была победа. И я думаю, здесь, конечно же, нет простых совпадений. Ведь Пасха, Пасха связана для нас теперь не только с выходом, с исходом из Египта, народа израильского, и тех, кто уверовал в Бога Израилева, но также связана с воскресением Иисуса Христа. И мы читаем с благодарностью Богу слова Павла. Пасха наша Христос написано, да, заклон за нас. Пасха наша Христос. Это написал служитель, да, это написал апостол, еврей, в конце концов, что наша Пасха сегодня, это не просто воспоминание о тех счастливчиках, что тогда встали под знамена Бога, что тогда были выведены из Божьей рукой, из царства египетского. А наша Пасха сегодня, это не Моисей, вчерашний герой, а спаситель этого поколения людей. Это не просто воспоминание о том, что было. Наша Пасха, это сегодня сам Христос, сам Мессия. Наша Пасха, моя личная Пасха, это сам Иисус. И не просто совпадение, что именно на праздник Шавуот, именно Пятидесятницы, сошел святой Божий Дух, Роха Кадош, сошел Божий Дух в день Пятидесятницы. Что это был за день Пятидесятницы? Пятидесятница и Пасха, это они связаны друг с другом неразрывно. Пятидесятница, это есть продолжение Пасхи, собственно, логичное завершение Пасхи. Друзья, если на Пасху мы вспоминаем выход из Египта, исход, удивительный исход, и то на Пятидесятницу вспоминается событие, которое завершило этот исход. Это Богу усыновление, это Богу усыновление, это время дарования Торы, это заповеди, это когда Бог говорил на Синае, там. И он, это 20 глава книги исхода, когда было это провозглашено впервые, друзья мои, когда люди подошли к горе, когда Моисей вошел туда, где Бог. Это день Пятидесятницы. Если мы перечитываем, сейчас не будем открывать, но дома откройте для себя Библии и посмотрите 19, 20 и дальше главы исхода, вы увидите удивительную картину. Замысел Бога был в том, чтобы народ весь, в конце концов, вошел туда, на гору, в общение, и царственное священство, народ святой. Вот замысел Бога был каков. Но Бог сказал, чтобы до определенного момента люди не приближались к горе, не прикасались к ней, но во время протяжного трубного звука они смогут зайти туда. До того нельзя было, даже животному, никому нельзя было прикасаться к горе. Но когда протяжный трубный звук, когда небесные шафары, они не просто отрывисто гудели, а когда уже протяжно гудели, когда они трубили протяжно, вот тогда весь народ мог бы взойти на гору и быть царством священства. Это был замысел Бога, мечта Бога, но она тогда не осуществилась. Это было в 19 главе сказано, что они могут зайти, но в 20 мы видим, что когда небесные шафары, эти ангельские шафары, они прозвучали непрерывно, протяжно, народ испугался, развернулся и ушел в сторону. Они сказали, нет, пусть Моисей там беседует с Богом, а они испугались войти. Но Божий Дух не остановился, замысел Бога, он все равно остался. Мечта Божья, она осталась. И вот спустя столетия, именно в день Пятидесятницы, именно на праздник Шевуот, Божий Святой Дух сошел там, в Иерусалиме, в Иерусалиме, на эту первую общину, мессианскую общину, на эту первую церковь. Это начало самое наше, это самое зерно. Сошел Божий Святой Дух и облег силу свыше. Да, это было удивительное служение. Интересно, в Киеве как-то меня спросили, батюшка, а кто вы по политическим вашим воззрениям? Я так подумал. Я сказал, что... Я говорю, христианский анархист. Что-что? Вот, говорю, я, вы знаете, говорю, вот я читаю Библию, и у меня вот такое понимание, что именно анархия все-таки мать порядка. Как? Вот, когда мы читаем в Писании, что порядок наступил человеческий, когда была башня построена, когда люди возводили это гигантское сооружение, был порядок, удивительный порядок. Структура работала на все сто, слаженно. Было понимание между людьми, была хорошая... Ну, это видно сразу, невооруженным глазом, хорошая команда. Значит, все работало прекрасно. И даже Бог был в шоке от них. Он когда посмотрел, он говорит, да, они точно, они сделают это, если их сейчас не остановить. Они сделают это. Даже Богу было трудно как бы с ними как-то вести переговоры. Значит, они были просто-напросто неумоляемы. Они решили, они это сделают. И... То есть, когда в глазах человека это было порядком, но в глазах Бога это был беспорядок. Бог посмотрел на эту первую цивилизацию и сказал, нет, это непорядок. Само слово Вавилон от еврейского Бавель значит, запутаться, заблудиться. Просто заблудились люди, запутались люди, перепутали понятия. А когда в день Пятидесятницы шел Святой Дух Божий, наконец-таки сошел, многие люди подумали, ааа, они... Это непорядок. Это непорядок. Это анархия. Ну, а в глазах Бога как раз то, что было там, это было порядком. В глазах всемогущего Бога это было порядком. Наконец-таки долгожданным многие столетия ожидаемым порядком Божьим. Новым, мировым. Порядком. Наконец-таки порядком. Не то, что люди сами конструируют, да, созидают структурно, а то, что Бог видит взаимоскрепляющие связи, новые связи между людьми, новые отношения совершенно, новый базис. Друзья мои, это удивительно. Так вот, это начало церкви. И церковь облеклась силой свыше. Дух Святой сошел не оба на кого сойти. Он сошел уже на церковь уже, ожидающую этой силы. Церковь, ожидающую этой силы. Иисус говорил, Он подчеркивал это, без Меня Вы не сможете сделать ничего. На самом деле, грандиознейшая задача перед церковью стоит. Просто, ну, небывалая. И сегодня даже мы под впечатлением, имея технологии современные, мы до сих пор под впечатлением этой задачи. Каково было тем первым христианам, представьте себе, слышать о евангелизации всего мира. Там не до жиру, быть бы живым самим. А здесь евангелизация всего мира. Что такое? Что за программы невиданно, неслыханное? Друзья мои, и лишь в Божьем Духе, сверхъестественном, она осуществима. Даже не благодаря новым, новейшим даже, самым новейшим технологиям, а благодаря Божьему Святому Духу. И поливающей, и насаждающему знамя из Писания ничто, но все Бог взращивающий. Бог, дающий всему жизнь, и дыхание, и все. Мы им живем, и движемся, и существуем. Да, друзья, начало истории церкви, когда оно произошло, это событие, мы точно не знаем. Примерно 30-й год нашей эры. События, описанные в Евангелии, примерно 30-й год нашей эры. Мы не знаем точно даты Рождества, Иисуса Христа, рождения Иисуса. Мы говорим, 2008 лет прошло с той поры, но это довольно-таки условная дата. Это не должно нас смущать, потому что первое христианство, первоначально, первое столетие, оно было не ритуальным, не обрядовым, и фактически, я думаю, подавляющим большинству христиан тогда в голову не приходило как-то особо отмечать даже Рождество Иисуса по плоти, именно день рождения, праздник Рождества Иисуса. Не было такого обычая. Сегодня в календарях церквей это и 25 декабря, и 7 января. Пожалуйста, много есть, на выбор есть даже, разное Рождество у нас. Мы празднуем и 7, и 25, и 5, и какого угодно числа можно праздновать. Главное, чтобы достучаться до людей, я лично использую, и в нашей церкви мы используем эти празднества в первую голову для того, чтобы донести Евангелие до людей. Я говорю обычно в собрании, когда проповедую на эту тему в Рождество, или участвую в евангелизациях, я говорю о рождественских, там в Киеве, я говорю, что мы не знаем точно дату Рождества, но мы не смущены от этого. Самое важное, основное, я хочу донести, чтобы Христос родился в сердцах людских, чтобы Он в нас родился и царствовал, рос, царствовал, чтобы Он жил в нас. Это основное, самое. Не праздник нас спасет, новый или старый, библейский или нечеловеческий, а нас спасет сам Иисус. А много, много прекрасных, хороших этих, вот, калядок, этих песен, проставляющих Рождество Иисуса. Мы тоже поем в Киеве там. Я уж сейчас, да могу даже спеть пару калядок. Иисус. 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 Я говорю, что да, мы поздравляем вас, вот, мы вспоминаем сегодня события Рождества Иисуса, мы не знаем точного месяца дня и даже года мы не знаем точного Рождества Иисуса, но мы от этого не теряемся. Мы говорим, что Он родился ради нашего спасения. И кульминацией было не Его Рождество, самым важным событием было Его распятие и славное воскресение из мертвых. Очень есть интересные такие исторические указания в еврейской книге называемой Талмуд. Талмуд это одна из книг традиционного иудаизма. Эта книга меньше всего заинтересована, казалось бы, в распространении христианства, Евангелия, подтверждения. Даже наоборот, во многих своих постулатах она антихристианская, но, с другой стороны, в ней есть косвенное подтверждение правдивости Евангелия, правдивости личности Иисуса. Трактат Йома говорит об этом. Это раздел, говорящий о празднике Йом-Кипур или Йом-Кипурим. Этот праздник, когда был храм, первосвященник заходил во святое святых, Кадош Кадошем, святое святых Иерусалимского храма. Он заходил, первосвященник, с кровью жертвенной. И, друзья мои, эта жертва была за весь Израиль, за всех уверовавших в Бога Израилева и, по большому счету, за весь мир. Так вот, друзья мои, эта жертва была принимаема Богом, но иногда, некоторые годы, священники это отмечали. жертва была непринимаема Богом. Были разные методики узнавания этого, библейские, небиблейские, но раввины записали следующее в Талмуде, что на последних 40 лет перед разрушением храма жертва на Йом-Кипур, на протяжении последних 40 лет жертва на Йом-Кипур Всевышним не принималось. А 40 лет перед разрушением храма, храм был разрушен, мы знаем дату точную, это 70-й год нашей эры, 70-й год нашей эры, отнимите 40 лет, 30-й год, это время Мессии, время Христа. Недавно умер один, наверное, самый известный из наших современников еврейский раввин, ему было 106 лет, известнейший каббалист и один из самых уважаемых сегодня в иудаизме раввинов. И перед смертью он оставил записку, от которой были в шоке ведущие раввины Израиля и Америки. Он написал завещание и он написал записку, там была игра слов, но те, кто был знаком немного с каббалистиками, все понимали, что это не просто игра слов в этом послании. И они взяли первые буквы этих слов и получилось Иешуа, Мессия. Они были в шоке. Потом он написал следующее, оказывается, и сказал это своим ученикам, что незадолго до смерти ему явился Мессия. И это был Иешуа. Интересно, то есть это был Иисус, по-нашему это Иисус. Это имя звучит как Иешуа. В это время, с сегодняшним днем, друзья мои, Господь, Он что-то удивительное совершает. Вообще, мы живем в удивительнейшее время, друзья. И то, что уже произошло, и то, что происходит, и в ближайшие эти годы будет происходить, это впечатляющее на самом деле. Нам посчастливилось. так вот, друзья, продолжим. Запишем первый период истории церкви, по порядку, чтобы нам не растерять все. Первый период истории церкви с 30-го по 313-й годы. Продолжим его. С 30-го по 313-й год. Первый период истории церкви. Это период известен как раннее христианство, ранняя церковь, раннее христианство или римское христианство. Это первый период истории церкви, раннее христианство. Есть хорошая книга Гедриуса Саулитиса, именно раннее христианство называется. Именно об этом периоде рассказывает автор. Из православных авторов я рекомендую профессора Постнова, Михаил Постнов, история христианской церкви. из протестантской литературы, сейчас очень много источников католической литературы. Я использую и атеистическую литературу, и коммунистическую, будем так говорить, католическую, православную, протестантскую. Интересно сравнивать, чисто еврейскую, интересно сравнивать разные мнения о разных периодах истории церкви и вообще истории. И тогда как-то такая картина более полная представляется перед нами. И все то, что мы узнаем, очень хорошо и благочестиво, думаю, вполне, через Писание просматривать, видеть через Библию. То есть, как Бог бы увидел эту ситуацию, как Он бы оценил бы это событие, эту личность, этот период истории церкви и дальше, дальше, дальше. Самое важное, потому что именно это мнение, Божье мнение, святое мнение, оно безгрешно, друзья мои. И, в общем-то, смысл всей истории, если выразить его кратко, вот именно через Писание, через Библию, это возвращение к Отцу. Это возвращение, да, вся наша история, начиная с бытия и вот до наших дней, это история отпадения и восстановления, возвращения к Отцу, покаяния. Вот одним словом можно обозначить всю историю нашу с вами. И вот, что происходило в этот период времени, ранее христианство, ранее церковь. Как вы уже понимаете, церковь того периода времени очень сильно отличалась от не только современной церкви христианского, христианства современного исторического, но и от всего исторического христианства. Церковь того периода времени, как правило, была именно... Но она больше похожа была вот на то, что я сейчас вижу перед собой, допустим. То есть, именно такое евангельское движение, такое живое, потому что церковь того периода времени, она не была ритуальна, обрядово. Она была в таком больше евангельском понимании, евангельском звучании. Церковь Христа в то время была гонима римскими властями. Я думаю, все, каждый из нас это либо в кинофильмах видел, вот «Каму грядешь» и другие фильмы, где-то читал что-то. Каждый из нас что-то слышал о том, что многих наших братьев и сестер, тогда первых христиан, наших предшественников, гнали очень жестоко римские власти. Церковь была гонима, и это очень характерно для этого периода времени. Не всегда церковь была гонима в этот период времени, но чаще всего была гонима, преследуема. Или же даже были периоды мира, но до моклов меч этот гонение всегда висел над церковью. В любой момент мог обрушиться на наших братьев. Многих из них и сестер и братьев на аренах церков просто на потеху публики разрывали львы, медведи. И это было ужасно, конечно, друзья. Но сколько было человек репрессировано, никто не знает, конечно. Предполагают историки, христианские историки пишут, что было репрессировано порядка двух миллионов человек в этот период времени. Другие историки называют еще большие цифры, но они, я не знаю, откуда взяты эти цифры, честно говоря, до 7 миллионов человек. До 7 миллионов. Вот такая амплитуда в учебниках. От 2 миллионов до 7 миллионов человек. И многих очень христиан продавали в рабство, отправляли на непосильную работу, на смерть, рудники, на галеры. И, в общем-то, церковь распространялась в условиях чаще всего таких неблагоприятных, внешне неблагоприятных. Но, друзья, для Слова Божьего нет уз. Для Слова Божьего не существует вот таких, этих, ни тюрем, ничего. Мне очень нравится надпись одна. Стихи, записанные еще до революции на стене Петропавловской крепости. В одной из камер Петропавловки. Там не только преступники политические или террористы сидели, там даже и верующие тоже сидели до революции. Это евангельские христиане, баптисты, кто были в то время. И один из этих братьев написал на стене камеры вот такие стихи. Со Христом и в тюрьме мы свободны. Без Христа и на воле тюрьма. Вот очень сильно, да, фраза такая. Со Христом и в тюрьме мы свободны. Без Христа и на воле тюрьма. И вот это опытно прошли первое поколение христиан. Очень многие в то время прошли это в своей судьбе. И, конечно, слава Богу, что церковь выстояла, церковь развилась. И когда в 313-м наступило время свободы, период легализации начался в истории церкви, то время легализации, новый период в истории христианства начался, то выяснилось, что в городах, по крайней мере, порядка 10% населения это были христиане. Это в условиях конспирации, подполье чаще всего, порой строжайшей конспирации. Откуда такая сила? Чисто естественно это не объяснить. Это необъяснимо просто лишь какой-то методикой. Нет, друзья мои. Что могли христиане противопоставить этому миру? Они не могли проводить собрания. Открыто, легально. Они не могли раздавать на улицах трактаты. Они не могли приглашать людей открыто. Да и сами собрания христианские, что в них привлекало людей? Они не могли привлечь, допустим, каким-то храмом красивым. А в языческом мире, в тогдашнем мире, римском, греческом мире, были разные храмы. Вот вспомним Ефес. Город Ефес. Мы знаем послание к Ефесянам, мы знаем издеяния, как начиналось там все. Так вот, в Ефесе был храм Артемиды Ефесской. Его называли чудом света, одним из семи чудес света. Представьте себе здание, в котором примерно 120 колонн вокруг, колоннада. Высота колонн где-то примерно 20 метров в нашем измерении. Грандиозные колонны. Само здание, мрамор, слоновая кость, золото, серебро, статуи. Все блистает, священники одеты. Просто шикарно. Золото, камни. Все блестит. Люди приходили издалека, даже с Китая, с Индии. Со Скандинавии, с Африки. Приходили отовсюду туда, в Ефес, и говорили, да, это чудо света. Это не могли построить люди, это сделали боги. Они говорили, это не... Они кричали, они провозглашали часами, многими часами, до 15 часов. Это непрерывных служб. Когда провозглашалась велика Артемида Ефесская, мы удивляемся, в деяниях там два часа они кричали. Это было не просто криком. Друзья, это ведь можно до тупени, когда два часа попробуйте, одно и то же повторяйте. Притом громко, толпой, скандируя. Это было религиозное их непоклонение. Велика Артемида Ефесская. Они кричали и кричали, это провозглашали. Входили в экстаз такой религиозный. Да, много было жертв, много сувениров. Каждый, приходящий туда, что-то выносил оттуда. Да, он что-то покупал, что-то приобретал. И самое, конечно, основное, что он оттуда вносил, это было его впечатление об этом грандиозном служении. В сентябре месяце, когда отмечалось Рождество Артемида Ефесской, целую неделю мистерии, празднества, шоу. Люди приходили и днем, и ночью видели это шоу религиозное. Тысячи священников, жертвы сжигались. Это было впечатляюще. Я думаю, это было очень впечатляюще. И вот туда, в Эфес, который был горд своим чудом света, пришел один еврей, Павел. И что он мог противопоставить всему этому? Что он мог показать? Золото, серебро. Храм построить похожий, альтернативный. И сказать, пожалуйста, приходи теперь в мой храм. Он не мог себе позволить такие вещи. Но у него было то, что затмило красоту этого храма, что затмило красоту этого всего золота и этих колонн. От этого храма сегодня, насколько я знаю, там лишь остаток одной колонны восстановленный и все. И фундамент частично. То есть от этого храма великолепного, чуду света некогда не осталось ничего фактически. Все. Лишь воспоминания об этом храме. Но храм святой в Господе, Павел пишет Коринфянам, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас, не в камнях. Кстати, когда написал это постание свой Павел, говорят историки, храм еще стоял. Тот храм, я имею в виду не эфесский, не языческий, а вот именно храм, настоящий Божий храм там в Иерусалиме. Уже оставленный Богом, но этот храм, он еще стоял. И священники еще совершали свои службы. Они восстановили все, казалось бы, уже разрушенное. Завесу зашили и заявили, что, как говорится, в Багдаде все спокойно. Восстановили служение. Да, еще 40 лет. 40 долгих этих лет священники и первосвященники штурмовали святое святых. Пытались сделать вид, что ничего не произошло. Но оно произошло. Друзья мои, у первых этих мессианских евреев, у первых христиан не было этих храмов, не было великолепия этого языческого. Но, друзья мои, с другой стороны, у них был Христос, прекрасный Христос. И мне очень нравятся слова Махатмы Ганди, индийского мыслителя, который сказал английскому репортеру, что если бы вы, англичане, пришли к нам без пушек или ружей, то, что если бы вы, англичане, не было великолепия этого языка,